Я не знаю видно вам или нет, но облачность и сегодня над трубой пошел дым, такой маленький, легкий, серо-белый дым, дым приятный и пусть это горят наши с вами деньги, но это тот дым, который приносит тепло в наши квартиры. Подробнее об этом в этом сюжете. Да, сегодня для города радостное событие, это точно. Сегодня у нас пуск, скажем так, газа, отопительный сезон начинаем, разожгли котел 12.00, поэтому идет сейчас процесс запуска города, отопления города, он немножко будет по графику, будут там есть вопросы, да они одновременно везде, но тем не менее этот процесс уже не обратим, скажем так, не обратим. Жители города интересуют, а не будет ли остановок в этом процессе? Я думаю не будет все принципиально сделано для этого, скажем так, и городской властью, ну а мы с технической стороны готовы, скажем так, поэтому надеемся все будет нормально, без проблем. Я видел только что прошел представитель киевской облгаза, то есть уже и верхние эшелоны, те кто разрешают включать, они тоже уже дали добро, да? Ну, они были, участвовали, потому что мы снимали бленду, снимали пломбы, вот, сейчас они приехали с ГРС опоминать шайбу, там есть технические опросы, поэтому мы составляли документы, акт на снятие пломб и так дальше, поэтому они участники этого процесса однозначно. И традиционно отвечающий в исполкоме за все, что происходит в коммунальном предприятии у ЖКХ, Михаил Борисович Шинкаренко, вкратце о ситуации вокруг запуска тепла. Ситуация складывается таким чином, что, как я сказал ранее, что с нашего боку было все сделано, и в этом году, хочу отметить, что допомога с боку нафтогаза, документы, как только мы подавали, они все были подписаны, но вчера была, скажем так, неозгоджена позиция Киевской облгаза, они заняли принциповую позицию наявность подтвержденных номинаций Укртрансгазом, поэтому вчера весь день мы проводили переговоры, в конце дня вошли на заступника директора Киевской облгаза, после бурхливости, было даже погоджено, что представник их не вчера прийде, но с урахованием газового кодекса, оборона работы на таких объектах в нічний час, да, Трансгаз, который должен был заменить шайбу на зимову на газорозподільченном пункте, они отказались приезжать, поэтому сегодня с утра Киевской облгаза на пів девятою, тут работа на котельне была, снято блінда, снятое пломби, и в 11-е подъехали Трансгаз на газорозподільчий, и была замена шайба. Сегодня вы видите, что началась работа, в этом году, как никогда, мы в законе працюем, то есть не было несанкционированного взрыва пломб, блінд и так далее. Номенации у нас, действующие, подписаны до 27-го числа, додатковые угоды уже направлены с 27-го до 31-го, но вы знаете, с урахованием того, что принята постанова Кабинета Министра по новой цене на газ, да, мы будем оформлять новые договоры, все основы для того, чтобы нам подписали, есть, потому что у нас есть подписанный договор о реструктуризации, затверденный уже. То есть в этом году, я надеюсь, что у нас не будет таких несподобных, как в прошлом, как в прошлом, как это уже было на протязи многих лет, чтобы мы не знали, в каком режиме мы працюем. То есть, надеюсь, что в этом году все будет нормально и без взрывов, без зупинок. На 14 часов собирается штаб, именно с вопросом опаления. По плану запуска у нас ЦТП-2, ЦТП-4 и Киевский Прибалтика в первый день. Весь график расписан на три дня. Надеюсь, что мобилизуем всех людей, которые есть, чтобы быстрее это, но до пятницы, я думаю, все место будет уже с опалением. Приятно и тепло. И даже солнышко вышло после обеда. Видимо, радуются за Славучан.